Выезжаем сейчас в сторону русскоговорящего магазина, заскочу-заскочить туда, нам надо купить конфет, ну и заодно покажу, какой выбор конфет у нас в нашем магазине. Возможно, у вас больше уже, но похвастаюсь, по крайней мере, что есть у нас. И экспозицию входа у нас открывают кексики всякие разные, вкусненькие, и при входе в магазин слева сразу находятся стеллажи конфет со всех стран мира завезённые, ну, с которых только можно было. Там стоят Дед Морозики, новогодние большие Дед Морозики по 5 долларов, и сверху маленькие, получите половину дешевле. Вот столько конфет, но у нас не среди них есть, конечно, и любимые конфетки. Вот сейчас до них дойду, это Мерси, ну, наверное, их многие любят, мы их часто берём, а по соседству с ними ещё стоят Баси. Баси, они вкусные шоколадные, но их фишка в том, что в них есть пожелания любовные. Белорусские возьмём. Что с Белоруссией? Ой, не могу просто не снять все эти сказочные стеллажи конфет. Всё так просто красиво, у нас такого в детстве не было. Если о сладком, 5 долларов какой-то пирожок стоит. Что-то они погорячились вообще с ценами, а бахлава вот эта или как, 4 доллара. Что-то слишком у них цены. Маленький вот этот бахлава кусочек, 5 долларов. А это тесто, которое с сахаром сыпят, 7 долларов. Я забыла, как оно называется, как-то... Блин, ну всё, вылетело, крутится в голову, я не могу вспомнить. Офигеть! Это же вообще ничего сюда не закладывается. Так, мне надо веник здесь взять, они здесь по 15 долларов, но я не навязала веников в этот раз. Придётся брать. А вообще это аптека наша местная, здесь чего только нет. Всё, идём на кассу и выезжаем. Пряники ещё вот по 3 доллара за пакетик взяла. Вот такие мятные, ты говорил, пряники. Такие, нет? Угу. Ну-ка, значит угадала. Так, и теперь с этим всем попробуем взлететь, да? У нас вечно полная машина, когда мы едем. Ребята, у нас сегодня как бы вечеря, да? Ночь Рождества, 24-го, 25-го. И вот мы вечером собрались у моего родного племяши. Больше мне интересно, они там сейчас готовят такие блюда, да? И я вам просто покажу, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Начнём с того, что здесь уже приготовлена кутя. Кутя делается с пшеницы. Здесь пшеница, жареные орехи. Четлют, что здесь ещё? Жирные орехи, изюм. А, изюм ещё вот, да. Изюм, изюмак. Короче, тёртый мак. В общем, очень вкусно получать. Это голубцы с гречки. Можете себе представить? Вот какая красота. Постные голубцы. Я Рождества. Вот такая красота. Теперь лучок сверху. Они с гречкой получаются, голубцы. А что кроме гречки там? Это картошка. А, прикольно. Картошка толчёная. Вот такая красота, представляете? Мы такое никогда не кушали, но в мыслях было сделать. Это чудесное блюдо называется бабка. Делается он с домашних макарон. И мясо, которое на ребрышках. Ну, любое. Курицу, например, можно. Сейчас разрежем, посмотрим, как будет выглядеть. И делается на праздники. Только на Рождество и на Пасху. Знаете, раньше в полках были книги. А теперь в полках вискарь. Мой племяшек коллекционирует вискарь. Какой тут был на аукционе недавно продан у нас? Подожди, подожди. Вот, например, вот этот вискарь. Ты его за сколько покупал? За 480 долларов. Недавно на аукционе он был продан за сколько? 3 800. Да, 3 800. Можете себе представить. Смотрите, какая бочка классная. Ой, под бочку я такую всё ещё хочу. Здесь в основном везде сингл-молт. Вот такая красота. Библиотека. И вообще, вот они продаются, вот эти вискари. Сначала ты покупаешь, а потом через несколько месяцев, через полгода проводятся аукционы в интернете и они продаются по бешеным суммам. Особенно эксклюзивные всякие вещи. Конечно, заплатили за неё 900 долларов, но сейчас она стоит около 5000. Я не знаю, как можно за 5000 выпить литр виски. Мне б шап задавило. Да, библиотеку изучаем. Книжки считываем. За сколько куплено, за сколько сейчас стоит, что нигде денег нет, а ничего не купишь больше, главное. Многие вещи коллекционные. Так, Николе дегустируй. А что вы вот этот дегустируете сейчас? Ух, да. Ну чё, как? Градус чувствуется конкретный. Да? А, 46. А, 46? О, дегустатор. Что же другие бочки? Не знаю, короче, бочки разные будут. Всё разное, а коробки одинаковые, цена разная. 202 и 5. Нормально, короче. 5 штук бак. В общем, в этом надо разбираться. Офигеть. Ну что, и будете теперь все дегустировать, что ли? Я кого домой привезу? Ты прикалываешься, что ли? Чего мы там ищем? Ой, красота. Ой, какая черная. Ну вот, сериана. Трогай, аккуратненько. Не тяни его. Там что-то написано, да? Вольно. Аккуратненько трогай. Андрей, смотри, как он аккуратненько трогает. А, в смысле, там надписи? Конечно. Подожди, я не твой телефон. 11, 12, 9, 50. Там потайные коды. Так, а это была, та была в 10 утра разлита. 17.04. 0,8, 53. Оттас. Еще секунду. Подожди, получается, это на обратной стороне этикетки написано? Ну да. Ага. 200 долларов. Почему? А, это она сейчас стоит. А, окей, а та вот пятитысячная, сколько она стоила в магазине? А, в общем дело. Просто она как стареет, типа. Наверное. Она дороже, она стоит и на 300. Так, давайте откроем и посмотрим, в чем разница. Да ну на! Убирай. Мы тут запьемся с тобой домой ехать. Давай, давай, давай. Так, вы там еще не напробовались? Я бы сказал, нету виски. Это японские виски. Но, по-моему, я такие видел. ЛСБИО, да, у нас? Нет? Да, за 200 долларов. За 200 баксов? Так, ну вот наклеивайтесь. Это печеночные рулетики. Разная, просто начинка. Офигеть. В общем, оказалось так вкусно. Чай. Люба, а как твой тортик на твоей месте? Маркиз. Красиво? Это сельсель торта. Это по фитроли. А это медовый, да? Да. Вечерний. Вечерний. А, вечерний. Не, медовик. Вот такая красота. Ты покажи мой подарочек. Вот, какой мне подарок подарили. Ну, в смысле, подарков у нас-то много. Но, главное, бутылка. Вот так уезжаем из гостей. Три литра, между прочим. Правда, я не знаю, куда ее пристроить. По канадским законам, она должна быть в недосягаемости водителя. Оба! А, почему пришел сюда? Вот, все подошло. А, эй, как он справился? Фу! А, эй. Ты что, 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 хорошо? А, эй, как он справился? А, эй, что это? я тебе говорю он заползает он больной ничего смешного этот енот не уходит не знаю чуть от собака сейчас будем звонить службу чтобы забрали кущей что у него чуть не в порядке с головой господи собака вообще с ума он он рвется к нам не знаю больной он или домашний может он сбежал просто от кого-то пытались его выгнать но он возвращается обратно мы думаем что у него бешенство проблемы с головой у него сейчас пытаемся найти службу которая должна приехать и забрать его уходит туда-сюда вокруг двери и от двери никуда не уходит стоит открыть дверь он сразу идет вовнутрь пытается собаку бедную заперли в туалете что не станет не делать он с ума сходит в дверь лезет и все я пыталась ему дать яблочко тыкву он ничего не кушает это первый признак того когда ракуны они такие жадные на еду если они не кушают то это уже сразу странно в общем сегодня 25 число рождество все закрыто в итоге выпустили мы его на наш большой полисадник и вот он здесь ходит у нас никуда он не уходит его привлекает именно свет вон там где вот слава что лампочки здесь горят и он при свете но он реально странно вообще ничего не боится абсолютно никак не реагирует не кушает енота на утро мы так и не нашли в общем он наверное куда-то перелез все-таки убежал но и хорошо ничего страшного пусть убегает связываться с этими службами баба с воза кобыли легче как говорится даже гримандос ничего не почувствовал он ходит его не чувствует он уже по периметру обошел весь бык ярд пометил все но енота нет это у нас дети на машинках вышли кататься наша собака вот так вот сходит с ума даже играться не надо он сам себя устанет с одной стороны на другую бегает смотрит пуля моя и у нас такая чудная зима уже даже бассейн растаял лед офигеть чувствую будем встречать новый год без снега ну и ладно так что до нового года